Тетя, я спрашиваю, что так можно было ровно все жарить? Я говорю, ну да, да. Известный в России шеф-повар Денис Перевоз даёт мастер-класс по приготовлению печени оленя. Маэстро кухне на всё понадобилось пять минут. Печень с овощами позже смогут продегустировать слушатели урока. Повар взялся за следующее блюдо – жареного щёкура. И в дело идёт всё – от чешуи до костей. Почистили рыбу, филе мы будем жарить. Чешую мы тоже пожарили уже. Она, как хрустящие чипсы, будет органично дополнять филе. А из косточек мы сварили концентрированный бульон, на основе которого будет соус. Шеф-повар – первый мастер, выступивший в Академии вкуса в Ноябрьске. В этом региональном центре для всех желающих будут вести занятия именитые повара, рестораторы и бизнесмены. Создали академию на базе городского колледжа. Мы надеемся, что будем и дальше сотрудничать не только, конечно, с Денисом, но и приглашать известных и других шеф-поваров. И вот имея такую площадку, да, ну, наверное, это станет на регулярной основе. Студию центра оборудовали по последнему слову техники. Установили и видеокамерой. Трансляцию с уроков можно смотреть на сайте колледжа. Надежда Салимова, тридекурсница, заканчивает обучение в следующем году. Рада, что появилась возможность улучшать профессиональные навыки и после колледжа. Там будут показываться новые всякие технологии. Это всё равно новый опыт, новая информация. Всё равно интересно очень. На открытие Академии Вкуса пригласили предпринимателей. Вероника Шестакова, владелица мастерской и магазина шоколадной продукции, говорит, что сегодня на рынке труда днём с огнём не сыскать поваров и кондитеров. Если бизнес завязан на руки, на ручную работу, это просто проблема огромная. Наш шоколад, который мы производим у нас в мастерской, это полностью ручная работа. То есть я полностью завязана на сотрудников. И мне сейчас их, конечно, очень не хватает. В планах у Вероники организовать в Академии Вкуса мастер-классы по изготовлению шоколада. Предприниматель готов брать к себе на практику студентов колледжа и трудоустроить выпускников. По статистике, большая часть из них остаются работать в городе. Трое выпускников уже открыли свои кафе. Русана Чулпанов, Роман Лузанов. Время Ямала. Нояберск.